Мы начинаем 30-й урок по книге «Шмот», дельный раздел «Бешалах», и тема сегодняшнего урока – это «Шират Аям», «Песнь на море», песня, которая была произнесена сразу после того, как море рассеклось, еврейский народ прошёл по нему, как по суше, а египтяне утонули в нём. Это 15-я глава книги «Шмот», «Тогда споёт муж и сынами Израиля эту песню Богу, и они сказали, воспою я Бога, ведь он высоко вознёсся коня, и его всадника швырнул он в море». Если в обычных военных действиях воины метают друг друга, швыряют друг друга снарядами, стрелами, камнями, гранатами, пулями, бомбами, то Всевышний, наоборот, он швырнул своего врага на снаряд. «Высоко вознёсся», «воспою о Господа, ведь он высоко вознёсся» – это литературный перевод, «ки, гао, гаа», буквально «возгордился над гордецами», то есть это означает, что Всевышний возгордился здесь над египтянами, самыми-самыми гордыми людьми того времени, державой, которая считала себя сверхдержавой, которая может указывать всем и вся, над ними он возгордился, и коня и всадника швырнул в море. «Господь – моя сила, и Ему моя песня, Он был спасением мне, это мой Бог, и буду славить Его, Бог моего Отца, и превознесу Его». Раши всюду и везде утверждает, что предлог «зе» означает такую ясность, в которой можно указать пальцами и сказать «вот это вот стул, а вот это вот стол, а вот это вот микрофон, вот это вот». То есть восприятие раскрытия Всевышнего на море был настолько сильным, что можно по отношению к нему применить это слово «зекель», «вот мой Бог». Понятно, что нельзя забывать, конечно, что речь не идёт о каком-то изображении, речь не идёт о какой-то картине, на которую действительно можно указать руками Всевышний, далёко от любого материального восприятия, имеется в виду его пророческое проявление, то есть видение пророческое, которое было настолько ясным и настолько сильным, что, казалось бы, можно даже указать пальцем. «Господь – воин, Господь – имя Его». Немножко странное предложение. С одной стороны, вообще в Торе мы в основном до сих пор сталкивались с прозой, фактически вся Тора – это проза. И вот первый поэтический отрывок. Понятно, что поэтический отрывок, он написан в соответствии с некоторыми правилами стихосложения, но правила стихосложения в Торе совсем иные, чем в известной русскоязычному читателю поэзии. Здесь нет рифмы, здесь поэтический эффект достигается очень часто при помощи повторений, т.е. предложение построено так, что его вторая разделяется на две части, и вторая его часть несколько повторяет первую, не теми же самыми словами, но либо словами близкими, либо иногда может быть одно слово, оно то же самое, есть некоторое развитие. И вот это повторение, в котором вторая часть откликается на призыв, на посыл первой части – это принцип, по которому строятся фразы в поэтических отрывках Торы. Так уж много, совсем мало. Так вот, здесь «Бог – он воин, и Господь – это его имя». Это вот повторение дважды, ну, это, с одной стороны, поэтический приём, понятно, а что за этим стоит дополнительный смысл? Раша говорит, это означает, что Всевышний, он, как сказано здесь, он воин, т.е. он ведёт войны, но только войны он ведёт не так, как обычный воин, который ведёт войны оружием, а он воюет, собственно, своим именем. Т.е. получается, что в этом стихе, с точки зрения смысловой, вторая его часть раскрывает первую – «Ашем ишмельхама» – «Господь – он воин». Каким образом он воин, чем он воин, чем он воюет, «Господь – его имя», т.е. своим именем он и воин. Что это значит «воевать своим именем»? В Литраши посмотрим, как говорит у нас текст о царе Давиде. Как сказал царь Давид, перед тем, как он сразился с Голиафом, известный текст там рассказывает, что царь Давид, не будучи профессиональным воином, он вышел против Голиафа на единоборство, и хотя ему предложили тяжёлые воинские доспехи, он попытался, примерил их на себя и понял, что он с ним ничего не сможет сделать, потому что ему просто было тяжело ходить в этих доспехах, не привык к воинской службе, и к доспехам не привык, и вышел он, как он был одетый, самым простым образом, пастух, пастух с палкой, палка у него была, и были у него ещё и камни с прыщой. На что это возмутило его противника Голиафа до глубины души, что тебе собака, что ты на меня с палкой выходишь? Тоже не воин, это просто уже оскорбление. На что царь Давид ответил ему, ты идёшь против меня со всеми своими тяжёлыми вооружениями, ты идёшь против меня и с копьём, и с мечом, а я иду на тебя именем Господа Бога. Это не значит, что я не вооружён, я тоже не вооружён, но не палкой, а я буду воевать именем Бога. Это первое объяснение. Иное толкование говорит Раши, даже тогда, когда он воюет и мстит врагам его именем, всё-таки его имя остаётся Господь. Ну, здесь уже придётся объяснять. Известно, что имён Всевышнего много. Имя, которое упомянуто здесь, Юткей Вавкей, оно означает, это атрибут Медата Вахамин или Медата Хесед. Ни одно из имён Всевышнего – это не имя собственное. Имена относятся к его формам проявления в этом мире, а он проявляет себя по-разному. И вот это имя Юткей Вавкей, оно на самом деле есть имя, которое относится к проявлению любви, к проявлению желания давать, одарять. Получается, что Господь – Он воин. Воин, казалось бы, тот, кто ведёт войну – это прямо противоположное действие любви, это самая большая антилюбовь, которую можно только себе представить. Но Всевышний, хотя Он воюет, и даже в тот… не просто сегодня воюет, а завтра будет всех гладить по головке, сегодня Он бьёт всех по головам или сейчас Он бьёт всех по головам, а через пять минут Он возжалобится и будет гладить по головке. Нет. Имеется в виду, в тот же самый момент, когда Он воюет, в тот же самый момент, несмотря на то, что Он воюет, его имя остаётся Юткей Вавкей, т.е. имя его, которое связано с Атрибутом любви и милосердия, Он не перестаёт быть милосердным к своим творениям и продолжает поддерживать жизнь всех населяющих в мир. Т.е. каким-то образом Он продолжает быть милосердным, если в этот момент Он воюет и действительно бьёт людей по головам, то где же видно это милосердие? Да потому что имя это – Мидазархэсед, это имя Юткей Вавкей, связанное с… Мидазархэсед означает вот что – это имя, которое лежит в основе всего сотворения мира. Это тот, кто смысл, если искать уже корень имени этого, это тот, кто осуществляет всё существующее. Всевышний не только создал мир. Если бы Он только создал его, то мир прекратил бы своё существование в ту самую секунду, как Всевышний его и создал. Он создал и поддерживает его. Т.е. нету мира никакой объективной причины существования, кроме того, что Всевышний желает, чтобы он существовал. Значит, животворное влияние, воля Всевышнего, которая поддерживает мир и всё, всё в нём существующее, оно ежеминутно, ежесекундно, ежепостоянно-постоянно изливается в этот мир, иначе мир просто бы не существовал. И если Всевышний сейчас в этом мире ведёт войну и наказывает нехороших людей, это не значит, что Он прекратил осуществлять этот мир. Он продолжает его осуществлять, Он продолжает давать людям возможность дышать, жить, существовать. Т.е. Мидасахес – это его любовь, желание давать, желание одарять, которое и лежит в самой основе сотворения мира, ибо всё, само сотворение мира, само создание, сотворение творений, людей в том числе, оно и является этим самым актом любви. Оно продолжается ежечасно, ежедневно, ежесекундно, и в то самое время, когда Всевышний наказывает грешников и ведёт войну тоже. В этом Он отличен от земных царей, которые, ведя войну, оставляют все свои мирные дела, и нет у них сил и возможности заниматься одновременно и тем и другим. Царь либо он воюет, либо он бьёт по головке, либо он гладит по головке, но делать то же самое одновременно человек не в состоянии. Двигаемся дальше. «Колесницы фараона и его войска метнул он в море, и его отборные военачальники утонули в Тростниковом море». Ну, слово «утонули», оно в этом тексте воспринимается просто. Естественно, если вода их накрыла, так вот они и утонули в воде. Но дело в том, что Раши всегда подчёркивает, что слово-то не означает, как в современном иврите утонуть. Часто случающаяся проблема, когда мы воспринимаем написанное в Торе при помощи современного иврита, который выучили либо в стенах ульпана, либо в ходе общения с израильтянами, а между языком Торе и ивритом достаточно большая и серьёзная разница. Так вот, этот корень тава, который в сегодняшнем, в современном иврите, означает «утонуть», на языке Торе означает «увязнуть», т.е. в воде-то литбуа невозможно, можно только «увязнуть», а увязнуть можно исключительно в глине. Получается, что здесь сказано не то, что они «утонули» в воде, которая накрывает их, а то, что они погрузились, подобно тому, как человек может увязнуть в болоте, там, правда, не было болота, но глина-то там такая была, в которой можно было действительно увязнуть. Итак, пишет Раши, это слово следует понимать как «увязли», и там действительно в море можно было увязнуть, но увязнуть можно было только в придонном мыле, в грязи, или как увязают в трясине, в болоте. Что это значит? Ну там же не было болота, там же не было трясины, каким же образом увязли. Отсюда мы учим, что вода и море стали глинистой жижей. Правда, задача, ну хорошо, может быть, а зачем это было сделать? Разве недостаточно было просто накрыть их с головой водой, они бы все пустили бы пузыри, pardon, за грубое выражение. Говорит, Раши, а это чтобы наказание египтян соответствовало их преступлению, в соответствии с принципом «меда кемнегед меда». Когда, как-то переводит на русский язык, «мер изомеру», то есть это значит, что наказание по своей внешней форме напоминает грех, за который оно пришло. И поскольку египтяне поработили сынов Израиля, чтобы те месили глину, не лепили для них кирпичи, то есть всё это порабощение и надругательство над евреями шло через глину, то сейчас они не утонули в воде, они его ввязли в глине, что должно было им напомнить, за что их постигло это наказание. Итак, «меда кемнегед меда». Пучины поглотили их, они погрузились в глубины подобно камню. «Десница твоя, Господь, великолепна мощью. Десница твоя, Господь, сокрушает врага». Ну вот ещё один пример такого поэтического повтора, при помощи которого и создаётся там поэтический эффект. «Десница твоя, Господь, сокрушает врага». Такое повторение. И всё-таки, снова, несмотря на то, что это поэтический приём, такого повторения просто остаётся вопросом, что это нам говорит с точки зрения содержания. «Дважды упомянута здесь правая рука. Правая рука, она великолепна в своей силе, и правая рука, опять же повторение правой рука, бьёт и разит врага». Посмотрим Раши. Раши говорит так. «Это слово повторено дважды, поскольку когда Израиль выполняет волю Всевышнего, тогда его левая рука становится правой». То есть, в отличие от людей, у которых часто бывает две левых руки, и всё, что они делают, делают плохо, и тогда даже правая рука, она у него левая, и всё не получается так. Здесь иначе. У Всевышнего даже левая рука становится правой. Но это только когда, когда Израиль выполняет волю Всевышнего. Понятно, что у Всевышнего нет ни левой руки, нет ни правой руки, нет никакой руки. Речь здесь идёт о совсем других вещах. Снова о проявлениях. О самом Всевышнем мы никогда не говорим никогда и ничего. О нём ни слова, ни мысли, ни представления. Всё, что мы говорим, это только о том, как Он проявляет себя в этом мире, то есть, как Он управляет миром. А управляет по-разному. Мы тоже управляя теми вещами, которые вокруг нас, мы пользуемся двумя руками. У нас есть правая рука. Если человек не левша, то правая рука у него основная. Это то, чем человек делает основные, наиболее важные ему действия. А левая ему зачем? Если правую он делает, то там нет. А левая – она вспомогательная. При помощи левой руки. Левая рука помогает правой. Если кто-то из нас собирается на ужин отрезать себе кусок хлеба, так он и сделает. Может, он возьмёт правую руку, резать он будет правой. Но неудобно резать, держась только за нож. Надо ещё батон хлеба подержать. Вот для этого существует левая рука, она чуть-чуть его поддерживает. То есть, это рука вспомогательная. Стало быть, в системе управления мира тоже есть. Есть главная линия, основная. А есть и вспомогательная. Что это значит? Мы уже говорили, что прямо сегодня уже упомянули, в начале урока, что создание мира – это акт любви. То, что создаётся мир, создаётся творение, им даётся жизнь. И все блага, возможность жить, существовать – это акт любви. Или мидат ахэсэд – атрибут любви, дарение, желание одарять, давать. Вместе с тем, существование, если бы мир существовал только на уровне любви, то есть, единственной причиной, единственной возможностью его существования была бы только любовь. Это существование не… как это точно скажем? Неустойчивое. Почему? В нашем индустрии говорят, что бедняк… Они хожу в комет. Бедняк считается как бы мёртвым. Почему бедняк как бы мёртвым? Нет. Того, что он бедняк, денег у него мало. Это не значит, что он же мёртвый. Он же-то ходит среди нас. Мёртвый имеется в виду, что если его существование, у него нет никакой основы собственного существования, то такой бедняк – это тот, кто нуждается в других людях. Сегодня они дают ему средства, он на них существует. А если завтра не захочется давать ему средства, и нет возможности просуществовать. Это отсутствие самостоятельной основы существования – это не жизнь. Стало быть, тот, кто зависит своим существованием от любви другого – это тоже не жизнь. Это неустойчивое существование. А его любят. Это замечательно, очень хорошо. Каждый из нас понимает, что если у нас есть возможность, скажем, нам нужно устроиться каким-то образом. Поведём пример. Нам нужно поехать на месяц куда-нибудь. На целый месяц. Есть две возможности. Либо один человек, который к нам хорошо относится, он нас пригласит к себе, чтобы мы у него жили, чтобы мы у него спали, чтобы мы у него ели. И он сейчас будет… Или у нас вторая есть возможность снять за свои деньги, за свои рыдные кроши, снять гостиницу. Что лучше? Очевидно, что если я могу снять гостиницу за свои деньги и не получать у другого – это лучше. Нет денег – другой вопрос. Ехать-то надо. Но если есть такая возможность – всегда за своё лучшее, чем получать от кого-то подачку. Поэтому Всевышний, когда даёт существование миру и его творение, он не только им даёт это, исходя из любви, а он даёт больше того. Он включает здесь «Медат-1». То есть, атрибут – это не мера, это атрибут справедливости. Что означает? Вместо того, если человек нуждается в средствах, пишет Рамбом в законах о дзадаке, что самый простой и примитивный способ – это человеку, нуждающемуся в средствах, дать ему, помочь ему, дать ему денег. А самый возвышенный, самый лучший способ – это не давать ему денег, а дать ему работу, чтобы он заработал. Чем это лучше? Заработанное – оно моё. Если я заработал – это моё. Если человек мне даёт подачку, то это всё зависит от его желания. Даст он мне? Хорошо. Не даст. Что я могу сделать? Не могу же я требовать от него? Как это так? Ты вчера мне давал подарки, а почему сегодня нет? Вчера я давал, потому что хотел, а сегодня мне не хочется. Вот я и не даю, и всё. Но если я работал, то не может хозяин сказать, что вчера у меня было хорошее настроение, я тебе заплатил за работу, а сегодня у меня плохое настроение, я тебе не буду за работу платить. Ты иди. Как это так? Я же работал. Работал, значит, оно моё. Оно заслуженное, оно заработанное, оно по справедливости моё. Когда существование, оно только на основе любви, это значит самостоятельной основы. Для существования нет. Существование только за счёт другого, только за счёт того, что кто-то любит и даёт. Но когда даётся работа, когда даётся возможность заслужить, заработать, это уже совсем другое. Это высшее проявление любви, которое даёт возможность своё существование заслужить. Таким образом, на второй стадии, а именно любовь Всевышнего, порождает и справедливость. Но справедливость, это уж назывался грузием «полезай в кузов». Что значит справедливость? Значит, если я заработал, значит, мне полагается. А если я не заработал? А если я весь день читал интересную книжку и не работал? Если справедливость, так справедливость. Значит, ничего не заработал. Это есть «медата динь». Справедливость называется «динь» от слова «дай». «Дай» – «хватит», «достаточно». Что значит «достаточно»? Только то, что заработал, только то, что заслужил. А если не заслужил? При всей любви не получишь. Потому, что если уж по заслуге, то по заслуге. Так вот, основной, главный атрибут, исходный и главный атрибут – это любовь. Он соответствует как бы правой руке, ибо он главный. Точно так же, как человек правой рукой делает основные действия. Аналогично «медата хэсэд» – любовь Всевышнего, она ассоциируется с правой стороной. А «медат один» – ограничение, атрибут справедливости, он ассоциируется с левой стороной, потому что он только вспомогательный, он только способ выражения той самой любви. Но исходный, исходный атрибут – это любовь, с нее все начинается. Поэтому и говорится здесь о правой руке и о левой руке. То есть, правая рука Всевышнего, еминха, десница, как ее переводят на высокопарный русский язык со времен синодального перевода. Правая рука – это означает любовь Всевышнего. Левая рука – это дин, это справедливость, которая иногда выдает тому, кто заслужил, а иногда и бьет по голове тому, кто заслужил обратное. Оно уж так. Так вот, когда сказано так, что когда Всевышний… почему здесь дважды упомянута правая рука? Должно бы же быть правая и левая. Да потому что когда народ Израиля выполняет волю Всевышнего, тогда левая рука становится правой. То есть, тогда медат один, тогда атрибут правосудия он работает как медат ахэсет, как атрибут любви. Ибо если человек заслужил того, если Израиль, как сказано, выполняет волю Всевышнего, значит, что он заслуживает, значит, он получает по заслугам. Значит, в этот момент левая рука дает то, ради чего она существует, ради чего правая рука и породила эту левую руку. Именно любовь Всевышнего, она-то порождает справедливость. И в тот момент, когда это удовлетворяется, в тот момент, когда это реализуется. И человек действительно заслуживает того, он получает то, что он заслуживает, но получая то, что он заслуживает, тем самым реализуется идеал любви, идеал и желание давать. То есть, в этой самой ситуации, когда с одной стороны еврейский народ переходит через море, убегая от своих врагов, а врагов погружают в пучины, в трясину и так далее, то здесь трудно разглядеть два вида действий. С одной стороны защита еврейского народа, а с другой стороны расправа над его врагами. Так вот, правая рука – атрибут любви, спасает Израиль, а вторая рука, по идее, должна была бы быть здесь сейчас левая, та, которая и существует для того, чтобы бить по голове при необходимости. Так вот, вторая же рука, тоже ставшая правой, поэтому упоминается здесь дважды правая. Десница твоя, Господь великолепную мощь, десница твоя, опять же, правая рука сокрушает врага. Так вот, она, тоже ставшая правой, сокрушает врага. Это комментарий, который Раши приводит, и он с ним не очень согласен. Но я считаю, что это следует понимать чуть-чуть иначе. Одна и та же рука, это не то, что… Одна и та же рука, та же самая правая. Она и спасает Израиль, она и сокрушает врага. То есть, та же самая здесь, та же самая правая рука, иными словами, атрибут любви, он же делает здесь оба действия. Ибо оба они являются двумя составами одного целого. То есть, с одной стороны сокрушить врага, а с другой стороны спасать Израиль, та же самая правая рука, она и спасает Израиль, она и сокрушает врага. Понятно, что человеку это не под силу, невозможно одной рукой делать одновременно два противоположных действия. Читаем так. Превосходством величия своего ты сокрушаешь восстающих против тебя. Обращаешь против них ярость свою, она пожирает их, словно огонь, подобно тому, как огонь пожирает солом. От твоего гневного дыхания вздыбились воды, стали стеной струи, застыли пучины в сердце морском. «Сказал враг, погонюсь, настигну, разделю добычу, наполнится ими моя душа, обнажу свой меч и истребит их моя рука». Кто это враг и какого это врага здесь, может, цитируют. Может, в Раше имеется в виду фараон. И цитируется здесь его речь, когда он соблазнял египтян присоединиться к нему в этом преследовании. «Словами Раше фараон сказал так своему народу, соблазняя их посулами, что он им сулил. Я буду преследовать, догоню их, отберу у них имущество и тогда поделю трофеи своими начальниками, своими рабами, погонюсь, настигну, разделю добычу, наполнится ими моя душа, обнажу свой меч и истребит их моя рука. Но ты лишь дунул только духом своим, дыханием своим, и море покрыло их. Как свинец они погрузились в могучие воды». Постите внимание на то, что здесь есть три различных сравнения. С самого начала сказано, пучины поглотили их, они погрузились в глубину подобно тому, как камень, который кидают в воду, он быстро погружается в пучину. Так было и с египтянами. «Потом египтян приравняли здесь, сравнили их с салоной. Ты обращаешь против них ярость свою, она пожирает их, потом, как огонь, пожирает салон». Здесь же есть уже третье. «Как свинец они погрузились в могучие воды». Свинец ещё быстрее, чем камень, погружается в воду. Поэтому грузила рыбаки делают именно из свинца, чтобы он быстренько-быстренько шёл вниз. «Имеет это какой-то смысл или нет?» Говорит, «Рашид, да, конечно. Хотя всюду здесь говорится про египтян. Египтяне, 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 вот они утонули, вот они увязли, вот они…». Египтяне-то разные бывают. И каждый здесь получил соответствие со своим составом преступления. И Рашид даёт здесь два варианта. Первый вариант. Законченные мерзавцы, они моментально, подобно свинцу, канули в пучину, тут же. А те, которые не такие законченные мерзавцы, они ещё подобно, они не сразу погибли, они ещё некоторое время оставались живыми, подобно тому, как солома. Солома, которая находится в воде, она нужна. Достаточно много усилий для того, чтобы её потопить, для того, чтобы она пошла ко дну. Второй вариант, говорят Раши, а может, всё наоборот имеется в виду. А именно. Те, которые загонченные мерзавцы, они-то подобно соломи, их постоянно вода поднимала, снова опускалась, были в таком состоянии водоворота ужасно, и не погибли сразу. А те, которые более приличные, не такие уж мерзавцы, они сразу же канули в пучину и умерли быстро, моментально. Два прямо противоположных объяснения Раши дают. То есть, в чём было здесь… Одно понятно, каждый получил здесь по своим поступкам. Вопрос только, что получил. Либо имеется в виду, что он получил наказание, которое явно отражало степень его преступности и поэтому моментально, моментально он был уничтожен, либо нет. Либо имеется здесь в виду, что к людям, которые были более грешны, к ним наказание было более тяжёлое, а к людям, которые были грешны, но не в такой степени, по крайней мере, было наказание. Конечно, но, по крайней мере, оно было с элементом милосердия той, что им дали возможность быстро погибнуть. Кто подобен тебе среди сильных Господь? Кто подобен тебе, возвеличенный святостью, грозный в хвале творящий чудеса? Что такое грозный в хвале? Грозный – это я понимаю. Если он грозный, то от него страшно становится. А кто такой грозный в хвале? Говорит Рашин, страшно хвалить его. Почему так страшно? Хвалить? Другое дело, многие из нас не умеют хвалить, не в состоянии похвалить другого. В детстве не приучили хвалить, считалось, что хвалить это значит подлизываться или… считалось неприличным, нехорошим. Поэтому многие не умеют хвалить. Но этот человек умеет хвалить. Чего же страшно? В чём здесь этот страх-то? Страшно хвалить его. Говорит Рашин, как бы не умолить его величие. Как сказано, хвала достойная тебя – молчание. То есть, самая-самая лучшая хвала Всевышнему – промолчать и ничего не сказать. В чём такая проблема? Здесь мы касаемся общей проблемой атрибутов Всевышнего. Это действительно серьёзная проблема. Мы знаем, что в молитве мы атрибутов Всевышнего этого упоминаем очень мало. «Агадоль, Агебор, Ваанура» – всего три. «Агадоль, Великий, Агебор, Могучий, Ваанура» – внушающий страх и трепет. А почему не больше? Может быть, что-нибудь более такое цветистое, восточно-цветистое? Если почитать для сравнения тексты мусульманские – о, сколько там эпитетов! А почему здесь так всего-то три? Продолжение мудрецы, что если бы пророки не произнесли эти три эпитета, мы бы тоже их в молитве не упоминали, потому что с точки зрения просто здравого смысла – все хвалебные эпитеты по отношению к Всевышнему, они на самом деле оскорбления. «Агадоль» – что такое «агадоль»? Большой. Большой. Вот микрофон, большой микрофон. Комната эта, она тоже большая. Есть человек большой, баскетболист, рост 2 метра 7 сантиметров, и тем же самым словом называть Всевышнего. «Агебур» – мощный, тот, кто умеет победить. Это слово относится к каким-нибудь борцам или еще что-нибудь. «Анура» – внушающий страх. Понятно, темный силуэт в переулке тоже страх внушает. То есть, сами по себе эпитеты, упоминаемые нами по отношению к Всевышнему, они оскорбления. Не имеется здесь в виду то, что Раши пишет, что страшно хвалить его, как бы не умолить, может быть, не все достоинства, скажем, да не в этом дело. Талмуд объясняет, что проблема здесь вот какая. На что это похоже? Это похоже на царя, которого кто-то из придворных решил его восхвалить, восхвалить его богатство. Сказал, что у царя есть 13 миллионов серебряных монет, а у царя на самом деле было 13 миллионов золотых монет. Талмуд. То есть, что говорит Талмуд? Дело не в том, что сколько здесь, 13 миллионов или 12 миллионов. Не в этом дело. А дело в том, что это качественно совсем не то. Золото и серебро – это не одно и то же. Талмуд. То есть, все наши, все, что у нас для людей является похвалой, большой, великий или еще что-нибудь. Великий классик мирового балета. Он тоже великий. И то же самое слово по отношению к Всевышнему. То есть, то, что у нас, у людей – это похвала по отношению к Всевышнему – это оскорбление. Поэтому, на самом деле, мы бы не упоминали бы всех этих эпитетов. Въезды только не было бы на то, свыше разрешение, если бы Всевышний это через своих пророков разрешил употреблять, вот эти самые Агадули, Геборг, Иванура. Три эпитета всего. «Поэтому и говорится, что ты грозен в хвале». Что значит, грозен в хвале? Грозен имеется в виду – внушаешь страх даже в похвале. Когда человек хвалит Всевышнего, должен испытывать страх, потому что, на самом деле, он произносит вещи, которые могут выглядеть и слышаться, как оскорбление. «Простёр ты десницу, т.е. правую руку, и поглотила их земля. Ты по милости своей направлял народ, спасённый тобой. В могуществе своём ввёл его в обидче святости своей». Вдруг изменяется тема. До сих пор с первого по двенадцатый посуд описывалось вот само это событие рассечения моря и вся там мощь и сила Всевышнего, которая сокрушает любое сопротивление любого, кто стоит у него на пути. Вот это была тема. Вдруг пошло с тринадцатого стиха. «Ты по милости своей направлял народ, спасённый тобой, в могуществе своём ввёл его в обидче святости своими, имеется в виду, привёл его в Эрацисраэль в конечном итоге. Услыхали народы трепещут». Что произошло здесь? Сменилось тем, т.е. первые с третьего, две группы, с третьего по восьмой, по седьмой и с третьего по седьмой, четыре стиха, и вторая порция, с восьмого по двенадцатый, – они-то вот и представляют здесь Всевышнего в его том, внушающем страх, трепет и потрясение величия, которое и проявляется в том, что нет никакой силы, которая может устоять в том, как он разметал, разрушил, разбил своих врагов. А вот здесь вот уже величие Всевышнего и снова величие, которое потрясает, которое ошеломляет, оно проявляется уже здесь, наоборот, в любви, которую Всевышний проявляет к еврейскому народу в ходе построения еврейского народа. «Как ты по милости своей направлял народ, спасённый тобой», т.е. «ты его спас из Египта, и ты его направляешь дальше в пустыню, ведёшь его в Эрис-Исраэль, в могуществе своём вёл его в обитель святости своей», т.е. в Эрис-Исраэль. «Услыхали народы», т.е. то, что ты таким образом опекая еврейский народ, проявляя проведение со всей его невероятной силой, – это тоже внушает трепет, поэтому слыхали народы, трепещут, ужас, охватил жителей Плешет. Плешет, т.е. филистимляне, как это в синодальном переводе, или Плештим, палестинцы, другими словами, народность, которая жила на побережье Средиземного моря, и через их области, т.е. Газа, в районе между Газой и Ашкелоном, там они жили, через их области был самый короткий путь из Египта в Эрис-Исраэль. Мы знаем, что Всевышний не повёл еврейский народ по этому пути. Но в тот момент, когда только появились первые новости об исходе евреев из Египта, первыми, кто заволновался, были именно эти самые Плештим, потому что они поняли. И так, в общем-то, естественно и вполне логично было бы предположить, что евреи пройдут именно через их территорию, это означает, что им придётся воевать, столкнуться с евреями, поэтому они, услышав, каким образом произошёл исход из Египта, задрожали. Ужас охватил жителей Плешета. 15 стих «Тогда смутились князья Эдома, вождей Муава объял трепет, и стаяли все жители Кнаана». Это уже о последующих событиях, когда в конечном итоге Всевышний не повёл еврейский народ прямо на север через землю Плештим, а заставил их повернуть направо, идти через Синайский полуостров, это значит, что заход будет совершенно другим образом. И здесь идут те, кто жили, прежде всего народ, который на юге, т.е. сейчас, если не идти через Плештим, идти направо – это значит, через землю Эдомитян, поэтому сразу после этого тогда смутились князья Эдома, поняли, что доберутся до них. На самом деле, с ними тоже не стали заниматься, а в дальнейшем ещё раз повернули, на этот раз налево и пошли на север, т.е. обойдя Эрс-Исраэль по южной границе, повернули на север, и тогда два народа, которые живут на восточной границе в Зайордании, на восточной берегу реки Эрден – это Эдом, это Муав и Омон. Когда смутились князья Эдома, вождей Муава объял трепет. Муавитяне, которые живут в Зайордании, понимают, что, очевидно, путь еврейского народа пройдёт через них. Мы знаем действительно, что страх привёл к тому, что царь Балак стал принимать определённые меры, вся эта история с Белямом, очень известная. Истаяли все жители княнов, конечные, вот здесь только, поскольку конечная эта цель – это княн, то жители княны уже истаяли от страха. «Падёт на них ужас и страх от величия мощи твоя, немеют они словно камень, пока перейдёт народ твой, Господь, пока перейдёт этот народ, который ты обрёл. Приведёшь и укоренишь их на горе твоего удела» имеется в виду Иерусалим и Храмовая гора, «на месте пребывания твоего, что ты сотворил, Господь, в святилище, что устроили твои руки, Господь, Бог будет царствовать во веки веков». Вот этими самыми словами Бог будет царствовать во веки веков, и заканчивается песня «На море вы». Чем она заканчивается? По идее, когда заканчивается, должен быть аккорд, самый мощный, самый сильный аккорд. Господь воцарится во веки веков, вроде как оно и произошло действительно, т.е. подобно тому, как Всевышний сейчас разбил в пух и прах фараона со всей его конницей, со всеми его колесницами, так Бог воцарится во веки веков, т.е. разделает он и всех икна, и воцарится на веки веков. Очень здорово. Потому что мудрецы говорят, плохо закончили очень, не получилось окончание на таком сильном аккорде, слабое было окончание. «Шем им лёх люлам» – «Бог воцарится», т.е. сейчас он ещё не воцарился, он только воцарится. Говорят мудрецы, что если бы тогда сказали не в будущем времени, а в настоящем времени, то это было бы действительно последним и самым сильным аккордом не только во всей этой песне, но и в истории исхода из Египта, потому что тем самым Всевышний бы мигом привёл их в Эрс-Исраэль, мигом подчинил бы всех и вся, а так не получилось. В чём такая проблема? Что такого плохого сказали? «Шем им лёх люлам» – «Бог воцарится во веки веков». Воцарится он, когда придёт Машех, будет избавление, будет Геула, и все смирятся, вот тогда Бог воцарится. Разве это неправильно? Как посмотреть? «Шем им лёх люлам» – значит, если он воцарится, значит, с кем-то надо ещё воевать. То есть, в мире есть определённые силы, с которыми надо, с ними надо помириться. Только что Ашем их сильнее, но тайги до британских морей сильнее всех пересилили. Точно так же, как пересилили фараона и Египта, точно так же пересилили и остальных, и канонейских царей. Здесь было непонимание, что на самом деле воевать-то не с кем. Всё, что в мире есть, всё, что его наполняет – это создание Всевышнего. Он их создал, и ему с ними не надо воевать. Достаточно только, чтобы он не захотел, чтобы они были, и их нет. Человек не воспринимает это так. Если человек действительно сейчас заходит в переулок, и он вдруг видит, что в переулке тёмный какой-то силуэт, что он себе представляет, что идёт громила какой-то, боится он его, страшно ему. Ну и тот, кто там, это на самом деле просто такое создание Всевышнего. Оно может быть создание Всевышнего, в книжках написано, зато страшно, когда смотришь на этого громила. Страшно, очень страшно. Те, кто стоял тогда на берегу моря и видели рассечение моря, то есть нет претензий к человеку, который испытывает страх, проходя в тёмном переулке. Понятно. Но те, которые секунду назад, минуту назад видели рассечение моря. Те, которые прошли по морю, как по суше, и вы могли почувствовать, что на самом деле воевать-то не с кем. Не что Бог воцарится в будущем, когда всех победит. Он же и сейчас царь. Побеждать-то некого. Сил-то на самом деле, которые могут ему противостоять, просто нету. Поэтому завершение получилось несколько минорное. Бог воцарится в дальнейшем. Вот как только победим Кнанеев и ещё кого-то, вот тогда Бог и воцарится. Но если так, тогда действительно так. Тогда воцарится. Тогда действительно придётся с ними воевать. Тогда действительно придётся их одолеть. «Когда вошли кони фараона с его колесницами и всадниками в море, Бог обратил на них вспять воды морские. А сыны Израиля прошли среди моря по суше». В самом начале, я уже это упоминал на прошлом уроке, в самом начале возник вопрос. Почему «Песня на море» начинается странными словами? «Тогда споёт Муше, сынами Израиля, эту песню Бога». Почему споёт? Почему в будущем времени? Мраши дал на это два ответа. Ответ один – «Пшат», другой – «Драш». «Пшат» означает, что следует это понимать иносказательно. То есть, когда он увидел чудо, то сердце его побудило его запеть эту песню. То есть, этими словами, когда используется для того, чтобы объяснить действие прошедшее, используется глагол в будущем времени, здесь имеется в виду не само действие, а только побуждение, сердечное побуждение сделать это действие. Поэтому вместо прошедшего времени используется будущее. А «Драш», «Драш» совсем другое. «Драш» всегда требует понимать буквально. И если написано «в будущем времени», значит, в будущем времени отсюда намёк на воскресенье из мёртвых втори. То есть, Мушей ещё споёт, когда он сейчас умер, верно, но это временно. Когда он восстанет вместе с остальными мёртвыми, он заново ещё споёт эту песню. Это «Пшат» и «Драш». А мораль задаёт здесь вопрос по поводу «Пшат». «Пшат» очень странный. Когда текст обычно подчёркивает, что человек захотел сделать? Когда он захотел, но не сделал. Захотел, но не получилось. Но здесь же не так было. Значит, если смысл этих слов, то, что сказано, тогда споёт Мушей, имеется в виду, что тогда Мушей захотел спеть, сердце его продвигнуло. Но только получилось. Он захотел спеть и спел. А зачем рассказывать то, что я захотел? Если я сегодня кому-то рассказываю, что я сегодня пошёл в магазин и купил то, что жена мне сказала. Я же не буду сказать, что я сегодня шёл по улице и захотел пойти в магазин и выкупить то, что моя жена. Я обычно говорю по-другому. Жена меня спросит, что ж ты не купил? Она говорит, знаешь, я хотел купить, но у меня денег не было. Магазин был закрыт. Я хотел, но не вышло. Но если я купил, вот оно, вот просил молоко, я принёс молоко. А я захотел купить молоко и купил. Смысла нет. Ещё вопрос дополнительный. Песнь, которая была спета, её главная тема какая? Было здесь два действия. Первое действие – спасение еврейского народа. Второе действие – расправа над египтянами, их наказание. Песнь, она на что? С одной стороны, вроде бы она по поводу расправы над египтянами, потому что сказали эту песню только после того, как египтяне потонули. Если бы песня была на тему спасения еврейского народа, надо было её запеть, как только пробежали по морю, как по суше. Но тогда песню не сказали. Песню сказали только, когда увидели дохлых египтян. Но это тоже как-то не очень хорошо получается, потому что Гмара ведь говорит, что… Гмара в Мегине говорит, что когда ангелы хотели воспеть Всевышнему хвалебную песню, он им приказал замолчать. Как-то так. «Деяния моих рук в море тонут». Египтяне – это тоже «деяния моих рук». А вы будете сейчас песни хвалебные петь? Это нехорошо сейчас. А почему тогда? Почему ангелам можно петь? Ангелам нельзя петь, а евреям можно петь. В чём здесь дело? Если бы мы сказали, что песни евреи пели по поводу своего спасения, тогда да, можно по поводу спасения, а не по поводу того, что египтяне утонули. Но вроде бы получается, что они действительно пели. Во-первых, само время, когда пропели эту песню, показывали, что пели её именно об уничтожении египтян. Второе – то, что по содержанию, если ещё раз прочитать, всю эту песню видно, что самое главное её содержание – это как эти египтяне поддохли, как они увязли или как они утонули. Всё об этом. Тогда почему же действительно евреям можно, а ангелам нельзя? Песня. Что такое песня? Кому поётся? Поётся тому, кто чувствует радость. Радость есть проявление совершенства. Радость есть проявление цельности. Каждое из творений оно поёт песню Всевышнего, даже если не по нотам, даже если этой песни не слышали. Имеется в виду, что каждое из творений, когда оно создано для определённой цели, и в тот момент, когда оно достигает этой своей цели, то есть оно выполняет ту роль, ради которой создана, в этом-то его песне. Вот она – песня. Здесь было то же самое. Проявляется Всевышний долгое время себя не проявлял. Теперь все те годы, когда египтяне угнетали еврейский народ, Всевышний себя никак не проявлял. Был колоссальный хилуль Ашем – осквернение имени Бога. Казалось бы, что нет ни Божьей справедливости, ни суда, ни наказания, ни награды, ни воздаяния, ничего нет. Это хилуль Ашем – это осквернение имени Бога. Сейчас произошёл хилуль Ашем – освящение имени Бога. Всевышний показал себя, вышел из-за кулис, наказал грешников, причём наказал каждого точно в соответствии с его поступками, с его мерой преступления. Каждый получил ровно то, что он заслуживал. И это всем было видно. Произошёл кидавший Ашем. Заслуживает эта песня? Да. Почему? Потому что имидат один – тот самый атрибут справедливости, о котором мы сегодня говорили – левая рука. Эта левая рука проявила себя максимально, максимум точно на глазах у всех. Очевидно, здесь был шлемут, здесь было совершенство, совершенство в действии атрибута справедливости. Каждый из египтян получил точно то, что он заслужил. Поэтому еврейский народ поёт песни. Ангелам нельзя петь эту песню. Они видят куда больше. Потому что они-то знают, что на самом деле воля Всевышнего не на то, чтобы наказывать грешника, не на то, чтобы лупить по головам провинившихся людей, а воля Всевышнего на то, чтобы зло исчезло и искоренилось. Воля Всевышнего на то, чтобы в мире было одно только добро. Воля Всевышнего на то, чтобы давать благо и одарять благом всех и вся и вся. Только для этого что нужно сделать? Для этого нужно исправить зло. Не уничтожить злодея, а исправить зло. Это только на будущее. Это только будущее Гевла, будущее избавление. Глазами ангелов – это не совершенство. Глазами ангелов – это ущербность. Глазами еврейского народа – субъективно. Мы видели Хилу Решия, мы видели, как на протяжении десятков лет Всевышний никак не проявлялся. И как будто бы вообще нету власти Бога над миром. Поэтому, когда мы увидели сейчас проявление МИДАТ-1, мы видели проявление атрибута справедливости, Божьей справедливости, которая восторжествовала, для нас это Киду Шершей, мы поём песню. И о нём мы поём. И для нас это. Но не для ангелов. Соответственно, понятно, что когда поётся эта песня, она поётся, потому что эмоционально те, кто видел это, не могли не спеть. Песня, она прорвалась. Её не приготовили заранее. Это не то, что Миша Робинов заранее приготовил ноты, составил слова, а потом сделал быстренько репетизм. Нет. Эмоционально она прорвалась. Если бы спросили только чисто разум, действительно петь-то не о чем. Действительно же люди-то гибнут, а мерзавцы нехорошие люди, да, но из создания Всевышнего гибнут. Лучше бы было, чтобы они перестали быть мерзавцами, лучше бы было, чтобы зло было исправлено, а не уничтожено. Поэтому здесь и подчёркивается, что тогда, когда споёт Муше, что это значит, говорит Раши, тогда его сердце подвинуло на то, чтобы спеть, сердце приказало ему петь, т.е. это было эмоциональным шагом, но неразумным, нерациональным. Рационально петь-то было нечего, точно так же, как и ангелам было запрещено петь. Но сердце не могло здесь не сказать, песня здесь прорвалась, потому что это было чисто эмоционально и субъективно. Кстати, пусть только это не слушают феминистки, поэтому сказано здесь «шира», здесь была песня в женском роде, а не в мужском. Женский род слабый, т.е. это песнь, но песня, она слабая. А вот когда, второе и второе объяснение в Раши, тогда споёт Муше, что это означает, тогда споёт, имеется в виду, будет «когда воскресенье из мёртвых». Что такое воскресенье из мёртвых? Это окончательный аккорд всей человеческой истории, это окончательное исправление всего творения, когда зло исчезает, и тогда происходит воскресенье из мёртвых. Вот тогда Азнашир Ширхадар сказано «тогда мы споём новую песню». Новую песню по-русски – это в женском роде, но в оригинале сказано «ширхадаш» в мужском роде, потому что это будет полная и сильная песня, которая будет не только эмоционально оправдана, но и рационально, и она будет проявлением и осмыслением всего того совершенства, которое заложено в потенциале творения и только реализуется в полной степени тогда при окончательном избавлении. Аминь.